Что же сейчас происходит на нашем участке? Какие у нас работы тут на осень? Работа у нас ведь на любую погоду, просто на любое настроение. Бери и работай. Все же помнят, что я жду коня, которого выкупила с бойнем. А еще, кстати, у нас новость, что мы будем делать как-нибудь. Пахнет деньгами. Тут вот фу, не сгладить бы. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Рыжего Фермера. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же сейчас происходит на нашем участке, какие у нас работы тут на осень, как продвигается все. В общем, обо всем по чуть-чуть. Посмотрим, чем мы сейчас живем, чем живет ферма и что нам нужно успеть сделать до холодов. В начале этой недели мы сделали огромное дело. Мы вывезли большую навозную кучу помета. Вот вы мне скажете, что нашла, что включать в ролик. Подумаешь, кучу навоза увезли. Но на самом деле для фермерской жизни это огромный, колоссальный труд. Взять огромную кучу навоза, зачерпнуть ее ковшом, переложить ее в телегу, вывезти и так далее. У нас, в общем, куча была. Она у нас переспевала. И сейчас вот мы вывезли ей несколько лет. И там просто превосходная земля. Ну вот просто, и как мой муж говорит, он меня заставлял, иди с ними, иди с ними. Эту землю можно есть ложками. Ну, в общем, они с отцом, с папой, мужем вывозили несколько дней эту кучу и разбрасывали на поля, чтобы наш картофель был прекрасным. Уточню. Мы не используем чистый навоз в поля. То есть мы не берем навоз, который зимний, например, и выкидываем в поля. Нет, мы берем только переспевший навоз. Тот, который уже земля. Почему? Потому что, если использовать свежий навоз, то вместе с полезными всякими веществами, да, можно закинуть кучу болезней. И плюс навоз – это такой сильно концентрированное, так скажем, сильно концентрированное удобрение. Вы никогда не угадаете, сколько там азота, фосфора или калия. То есть для этих целей мы используем минеральное удобрение, дозированное. А просто вот улучшаем почву, кидаем под зиму уже, вот я говорю, три или четыре года этому навозу. То есть там уже прекрасная, вкусная земля. Эту землю я беру еще себе на грядки периодически, но сейчас у меня вроде грядки очень нормально. Я, кстати, тоже прокатилась в телеге. Это было очень занимательное приключение – покататься. Вот животные, конечно, мешали, постоянно лезли под этот ковш. Их же никак не закрыть, им же кушать надо. Поэтому они активно помогали нам в этой работе. Следующее очень важное дело – наконец-то мы разобрали старые кроличьи клетки. Я вам напомню, что у меня несколько кроликов живут на воле. Как так произошло? Дело в том, что у меня был пес, который впоследствии убежал, потерялся. Я думаю, что он, скорее всего, к сожалению, попал к волкам. Он в какой-то момент убежал, и он такой немножко дурачок у меня был. И вместо того, чтобы просто гулять, нет, он пошел, разодрал клетки, то есть разломал клетки. Они не сильно были такие прочные. То есть кролик воздерживает собаку, но не совсем. И, в общем, кролики в какой-то момент разбежались. И как бы все, собственно, с того момента они живут на свободе. Вот, знаете, оказалось на тот момент, что кролик, ой, собака прям кроликам так насолила, испугала их. А в итоге, смотрите, как жизнь поменялась. Они уже, наверное, с февраля или с января живут на улице, ни в чем им вообще не нуждаются, плодятся там от кого-то. Но, наконец-то, клетки будут. У нас залиты столбики под большой навес, под хорошие цивильные клетки. Я верю, что до зимы должны успеть. Что же у нас сейчас на стройке? Это отдельный вопрос. Все же помнят, что я жду коня, которого выкупила с бойни. И который сейчас, кстати, да, по поводу Луны. Я назвала ее Луна. Передавай привет своей новой маме. Она тебя ждет. Бля, ты красавица. Красавица, ты даже не боишься, если я даже тебе дам кусочек морковки, и ты его, наверное, возьмешь. Ой, сладкая какая. Молодец. А мой трус, мой боится. Какая ты красивая. Какая у тебя челочка. Ты рыжулечка. Да, рыжулечка хорошая. Мохнаткая, мохнаткая. Ой, мой, мой, мой. Она сейчас стоит на постой. И дело в том, что на данном этапе, почему я ее не привожу, потому что нет документов. Лошадь с бойни, документации никакой нет. Ну, все это восстанавливаем для того, чтобы легально ввести ее в наше хозяйство. Чтобы не было проблем с ветстанцией. Так вот. Ну, и это, знаете, хорошо, потому что у нас немножко затянулась стройка. Опять мы ждали стройматериалы. Вот здесь вот вы видите под баннером пеноблок. Не сильно у нас продвинулась, но я надеюсь, сейчас стройматериал уже активно поступает. Уже есть пеноблок, значит, есть работа. Работаем. Я думаю, что, надеюсь, что в ближайший месяц мы все достроим. Точно не раньше месяца приедет луна, потому что, как минимум, там еще месяц карантинов и прочего-прочего-прочего-прочего. Вот. Поэтому стройку, ну, сейчас покажу, собственно. Строим. Вот так вот это выглядит пока. Пока ничего не понятно. Собственно, не сильно что-то изменилось за месяц. Но я всегда считаю, все идет к лучшему, как надо. Все будет нормально. Успеем. Завезем. В период, когда либо плохая погода, ливень и на стройке на улице нечего делать, у нас есть еще одна работа, которая тоже происходит в сентябре-октябре. Да, это копка картофеля, она уже закончилась, и переборка его. Мы это делаем в гараже. У нас вот есть специальная ванна, куда высыпается из мешков то, что мы собрали на поле. И дальше она откидывается гнилая, происходит калибровка, что уходит на семенной материал, что продаем, что продаем в первую очередь и прочее. То есть работа у нас есть на любую погоду, просто на любое настроение. Бери и работай. Ну и еще одно очень важное дело, мое дело, это сборка урожая. Вот мы сначала всю весну сажаем, сажаем, выращиваем, поливаем, одобряем, заботимся о том, чтобы все прекрасно росло, а потом осенью получаем урожай и такие, блин, а что с ним делать? У меня огромный урожай в этом году. Перцы, томаты, баклажаны, просто разнообразие вообще торчат мне на кухне год. Притом, что мы не делаем консервации, потому что мы их не едим практически. Вот, я делаю из овощей специи, заморозки, какие-то соусы и прочее. А, вялю тоже очень люблю, перец вяленый, томаты вяленые. Ну и едим, конечно же. Ну что, я собрала только перцы и баклажаны. И знаете, вот все, что вы здесь сейчас видите, большие вот эти ящики с перцами, с баклажанами, это то, что осталось. То есть, в процессе, естественно, мы все это кушали, все это. Пробовали, у меня есть еще вторая теплица, собственно, куда я вообще высаживала рассаду полуживую. Просто жалко было выкидывать, и там тоже было дофига урожая. И я просто говорила мужикам, работникам, всем, которые здесь находятся, приходите, берите там, что хотите, срывайте, все ваше, кушайте. Так вот, это всего лишь остаток. Больше, ну не больше, наверное, одну треть, наверное. Я уже переработала перцы, и это просто всего лишь остаточек, то, что не дозрело. Здесь такие сорта и гибриды перцев просто офигенные. Вот знаете, еще о наболевшем. Мне часто пишут, что я фиговый огородник, потому что у меня неухоженные теплицы. Я всегда отвечала, а зачем иметь ухоженную теплицу, если не вкладывая в нее все свои силы пот и кровь, да, можно получить хороший урожай. Всего лишь купить хорошие семена, заложить хорошее удобрение. И то есть сейчас удобрение, которое закладываешь там при посадке, и больше не бегаешь с лейками, с опылителями, ни с чем. И, собственно, все, он сам растет, да, первоначально нужно там у перца убрать коронный цветочек или поубирать там пару недель пасынки у томатов, когда они начинают активно расти. Потом я про теплицу забываю. То есть все лето я туда не захожу, во-первых, очень жарко, и из-за жары я не могу там работать, я не переношу жару. Ну и, во-вторых, мне лень, у меня куча другой работы, вы уже поняли, на которой я трачу свое время. А урожай-то не страдает, собственно, поэтому все, я считаю, я делаю правильно, да, у меня иногда там лианы, обезьянок не хватает, только прыгающим по ним. И есть, конечно, и болячки, да, которые я проворониваю и вовремя не обрабатываю. Например, паутиный клещ у меня съел большую часть огурцов, а баклажаны я спасти успела. На урожай-то никак не влияет, поэтому я считаю, что все четко делаю. Главное – хорошее удобрение и семена. Смотрите, это красавица желтая капия, плоды очень сладкие, длинные, ширина стенки 4-5 мм. Перец ливадия очень крупный, ширина стенки 8 мм. Перец союз очень урожайный, он был прям, знаете, как облепиха, облеплен просто ствол перцами. Ширина стенки 7-8 мм, и мне кажется, он идеален просто для фарширования и заморозки. Лос-Анто такой длинный, что удивляет, плоды вкусные и яркие. Ламуэла – вообще гигантский перец, есть экземпляры, которые размером с мое лицо. Глянцевые плоды такого бордового цвета, когда они спелые, ширина стенок 7-8 мм. Лето в вашей комнате. А еще, кстати, у нас новость, к нам пришел зеленый лук, и поэтому мы будем делать бизнес. Мы будем делать бабки чуть не упала, аж от этой радости. Вот такой вот он красавец, уже у нас усажен, подрезан. Мы выращиваем уже, наверное, 8, а то и больше лет, я не помню. И это такое одно из направлений, которое приносит нам деньги круглый год. На самом деле, хорошо зелень приносит. Вот, и плюс, это такой практически беспроигрышный вариант, здесь минимальные риски. Самое главное, от чего зависит наш луковый урожай – это качество репки. Ну, за 8 лет мы уже научились отличать. Хорошая репка от плохой. Тут вот фу, не сгладить бы. Но, наверное, уже лет 7 из 8 у нас нет проблем с луком. То есть он у нас растет всегда четенько, быстренько, классненько. Вот, и мы уже грядочку засадили. Ждем урожай. Расскажу вам об этом подробнее потом, когда он вырастет, покажу, как он растет. Луковая теплица у нас уже такая старенькая, знаете, уже лет так много. Раньше это был спинарник. Здесь достаточно пыльно из-за того, что лук у нас растет в опилках. И очень много видно, видите, паутины, которые я каждый месяц, вот я не верю. Ну, ладно, раз в два месяца я сгоняю вот эту всю паутину, а пауки все работают и работают. Просто, знаете, хотелось бы их трудоустроить, но они не соглашаются, потому что такие работники, как пауки, это просто что-то с чем-то. И пыль насаживается на паутину, и поэтому она так видна всегда. Вот, а еще у нас тут есть телек. Потому что работа с луком, это достаточно такая монотонная, муторная работа, и хочется всегда, чтобы либо на фоне что-то было, либо книжечку послушать, да, либо музычку. Но мы поставили работникам телевизор. На самом деле, 8 лет назад, когда мы только начинали все это делать, мы с мужем вдвоем это все высаживали. Нам иногда помогали родители, у нас не было работников. И если вот идет посадка, например, к Новому году, то это реально, ну, трое дней ты не выходишь из теплицы. Ты каждый день, вот, по, не знаю, по 12 часов нарезаешь эту репку, тыкаешься, поливаешь. А поскольку грядок тут много, тут полторы тонны, по-моему, за раз вылезает посадить. Мы сидели сутками здесь. И я очень с теплотой вспоминаю это время, потому что тут телевизорик был. Ну, я смотрела различные, там, любимые какие-то сериальчики. И вот ты потихонечку сидишь, срезаешь, сажаешь, так уютненько. А потом, знаете, как классно? На улице холодно, серость, вот это вот, вот это вот ноябрьское, непонятно что, еще и снега нету, а уже, ну, мерзопакостность такая, зелени уже нету, то есть все это вот грязное. А ты заходишь сюда, и у тебя здесь просто Голландия, своя личная Голландия. Все колосится, зеленые вот эти просторы, все зеленое, и очень кайфово. И зимой также уже, знаете, примерно в марте, когда уже надоел этот снег, этот мороз, ты заходишь сюда, и у тебя здесь снова Голландия. Снова все зеленое, все колосится, и все очень классно. Я даже одно время ходила на работу в платьишках, это было в начале блога, когда я начинала вести блог, мне так нравилось, чувствовалась я здесь принцессой. Ну, вот реально, ну, воняет только что немного, но к этому запаху привыкаешь. Вот особенно в грузовых машинах, когда мы везем в микроавтобусе, садишься, луковый запах, вот многие скажут, фу, как воняет. А я такая, деньги, пахнет деньгами. Так что лук, это хороший такой бизнес. Вот так вот теперь у нас выглядит погреб, здесь у нас репка лука, половина уже из этого посажена, и тут у нас картофель. Короче, знаете, кушать будет чего зимой точно. Нам просто ничего не страшно, потому что еды у нас всегда есть с лихвой, еще хватит всех накормить. Я тут, видите, в том году развлекалась, делала баночки, которые мы не съели, потому что очень вкусные банки, но мы что-то консервацию не очень едим.